Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Не зря мы говорим, что Рига это маленький Париж, и всегда восхищаемся, когда проходишь по дороге на радио, мимо какой-нибудь кондитерской, там вот пахнет ароматно корицей с утра, и ты видишь, как люди, в принципе, берут, может быть, стаканчик кофе, и в магазинах продают багеты хрустящие, в общем-то, ну, всё вот как будто бы мы пытаемся приобщиться к этому прекрасному, может быть, чуть-чуть такому излишне, ну, такое грубое слово, мещанско-буржуазному образу жизни, такому привлекательному, такому замечательному, такому уютному и милому. Как в песне пелось и хруст французской булки. Искусство жить по-французски, вот именно этому учат эксперты, эксперт в области стиля и этикета, Сесиль Рокс, с которым мы сейчас будем как раз-таки общаться на эту тему, которая с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Сесиль. Доброе утро, доброе утро, Рига. Ой, когда я ещё это скажу? Бонжур. Да. Бонжур. Что я ещё могу добавить? Сова. Сова. Я действительно сова. Я исчерпал себя. Я исчерпал себя. А Сесиль прекрасно владеет русским языком. В отличие от нас с тобой. Надо заканчивать эфир и бежать на курс французского языка, а также стиля и этикета обязательно. Ну вот сразу возникает вопрос, что значит жить по-французски, чем отличается, может быть, вот именно стиль жизни в Франции от других стран? В чём его секрет? Ой, ну вы знаете, это да, понятие такое немножко избитое, да, вот как только ар-де-вивре сразу, а, Франция, ну согласитесь, что действительно, когда думаешь о Франции, думаешь о таком особенном стиле жизни, о каком-то сладости этой жизни, не зря вы говорили про запах корицы и хруста багеты, про неспешность, про наслаждение моментом, про внимание к деталям, вот. Всё-таки французы умеют красиво жить, если абстрагировать от всей нашей всё-таки современной суеты и проблемы, они у всех одни, естественно, но такое отношение к жизни, как бы урвать из жизни такие моменты, чтобы наслаждаться, казалось бы, каким-то милостями, мне кажется, это очень по-французски. Вот я буду об этом рассказывать. 31 мая, да, это будет, в Юрмале пройдёт встреча, как раз-таки на которой будет возможность узнать как можно больше вот об этом французском стиле жизни. Ну, в общем-то, основная мысль или одна из основных мыслей уже прозвучала, как раз-таки ловить момент и наслаждаться. И неспешно это делать. И неспешно. Осталось только этому научиться. Заставлять себя, наверное, надо как-то. С чего начинать, Сесиль? Ну, вы знаете, мне кажется, что очень важно начинать замечать красоту вокруг себя, потому что мы живём в каждом своём мире. У нас, как говорят французы, нос в руле, мы ничего не замечаем и бежим вперёд за чем-то, за кем-то. Прекрасная не только цель, к которому мы идём, но и дорога к этой цели. Это улыбки, это то, что тебя подождал автобус, открыл дверь, когда ты думал, что ты не успеешь на него. Это цветы, это солнце, это внимание людей, и это какие-то такие мелочи жизни, они очень украшают на самом деле. Если их не замечать, то как-то жизнь она теряет свою смачность, свой вкус. И нужно просто чуть-чуть замедлиться, вокруг себя посмотреть, немножко заставить себя по-другому смотреть на привычно окружающие тебя вещи и не лениться, если есть возможность, привнести чуть-чуть больше красоты в свою рутину, в свою жизнь. Это для меня очень важно. Я считаю, что и наслаждаться, жить здесь и сейчас, это очень важно, а не гоняться за чем-то. Насколько французы берегут и хранят свою идентичность, поскольку мы видим, что в принципе сейчас приходит как будто бы другой вектор, другая тенденция. Люди перемещаются массово по миру. И мы знаем, что и во Францию приезжает очень большое количество людей, которые и беженцы, экономические беженцы. И это вызывает неоднозначную реакцию. Многие боятся того, что Франция может потерять какие-то свои национальные отличия, поскольку все как бы нивелируется и становится таким большим Макдональдсом, по большому счету, который везде предлагает одинаковые блюда. Ну, да, это верно, что сейчас мир меняется очень стремительно, и что, наверное, на нашем веку произошло больше изменений, чем за век до этого. И нужно, поэтому нужно знать свои традиции, нужно уметь это все ценить, нужно их продолжать. Французы очень большие любители семейных традиций, семейных обедов, каких-то семейных праздников, какие-то знаковые даты, вот. И они устраивают даже по очень мелким поводам какие-то маленькие праздники или празднуют что-то такое. Они, по-моему, хотят это сохранять и пытаются это сохранить. И мне кажется, что как раз именно в таком быстром меняющемся мире нужно это уметь сохранить и беречь для себя и для своих потомков. Когда, вот, просто побывав один раз в Париже, я вдруг стал обращать внимание, когда смотрел французские фильмы, на какие-то вот мелочи, фразы, например, вот, да, у него там уютная квартирка с видом на Sacré-Cœur, вот сразу ты вдруг вздагиваешься, понимаешь, что это значит, потому что, как бы, если ты это никогда не видел, этой красоты, ты не понимаешь, насколько это удивительно и красиво. Вот, как вы считаете, насколько, ну, вот, если люди приезжают, что первым делом стоило бы посмотреть, чем богата Франция, куда, что нужно обязательно посмотреть, чтобы сказать, что я побывал во Франции? Ну, знаете, мне кажется, что самое... Я просто по опыту скажу, да, очень много лет возила туристов во Францию, что Франция настоящая, она в деревне, она в провинции. Вот, конечно, есть города большие, есть Париж, есть Бордо, есть Лион, при этом они очень сильно отличаются друг от друга, и Марсель, и Ницца, это все разные города. Но если ты хочешь познать настоящую страну и понять то, куда, может быть, глобализация еще не совсем такими быстрыми шагами и дошла, да, то надо поехать в маленькие города, это может быть в деревне, это может быть на берегу моря, это на юге, на севере, неважно где, но там, где люди живут больше приближенно друг к другу. Столица, она везде столица, что в Москве, что в Риге, люди не так знают друг друга, и они более подвержены такими как бы мировыми влияниями. А вот провинция, да, как люди ухаживают за своими садами, как маленькие магазинчики выживают, как маленький кафе, где хозяин знает каждого посетителя. Вот тогда можно сказать, что вы увидели Францию, да. А по вашему опыту, нет ли боязни у туристов, как раз-таки маленьких городков, прибрежных или каких угодно, из языкового барьера, из-за того, что действительно там своя община, а тут приеду я, никто из ниоткуда как меня примут, как вас примут, что я буду ходить с открытым ртом и смотреть, вот, а что здесь во дворе растет, а что это за дом и так далее? У них привычный такой вот уклад провинциальный. Да, не, ну вы знаете, вообще французы привыкли к туристам, это очень туристическая страна, но потом уже правильно начали передачу, вы сказали, бонжур, комо сава, вот вы уже свои, можно сказать, кодовое слово. Спасибо. Самое главное, поздороваться, да, потому что французы везде и всегда здороваются с незнакомыми, если гуляете по дороге, и люди к вам идут навстречу, надо здороваться обязательно. вот, здороваться, показаться открытым, и вас уже за своего примут, и никто вам ничего не скажет, я вас уверяю. Силен стереотип, что французы терпеть не могут говорить на других языках, особенно вот на английском. Так ли это сейчас? Ой, это вот, я не знаю, почему такой стереотип, его каждый раз припоминают. Спасибо, синематографу. Да, но французы плохо говорят на языках, это факт, тут отрицать нельзя. Они просто, им очень нравится, когда вы делаете немножко какие-то усилия, чтобы что-то сказать на французском. Я думаю, что вам тоже приятно, когда француз приходит и вам говорит здравствуйте или там добрый день и старается что-то сказать на русском, правильно? Или на латышском. Поэтому, да, бывают языковые барьеры, это понятно, что многие французы вообще не владеют английским никак. Ну, всегда можно объяснить, было бы желание, а теперь есть еще и Google Translate нам в помощь. Поэтому, в принципе, если очень нужно, то вас всегда поймут. Но вообще франкофонный мир, ведь он не только ограничивается пределами Франции, это и Канада, и много других стран, которые были бывшими колониями, Франции, в Африке, очень много стран, где французский язык силен. Вот насколько сейчас испытывают, ну, не знаю, французы, не то чтобы комплекс, но что все-таки английский язык стал, в какой-то момент ведь французский был языком международного общения, языком и дипломатии. Если открыть Льва Толстого, войну и мир, там целые страницы написаны на французском языке. Едва ли не половина. Да, ну, знаете, есть такое, у нас есть день франкофония, где-то в марте, когда мы отмечаем как раз день французского языка, но тут надо просто пинать на себя, потому что, я думаю, что Франция недостаточно поддерживает изучение французского языка за ее пределами, и если бы были вложены больше усилий материально и морально и физически в распространение французского языка, то мы бы до того не дошли. Молодцы англичане и англоязыки, что они продвигают свой язык. Просто английский язык это больше язык бизнеса и какое-то суровое, не очень душевное общение, а культурные люди всегда считали, что они должны говорить по-французски. Но да, французский сдают позиции, и мне не очень нравится позиция Франции в том, что они недостаточно защищают его за пределами страны. Тут я готов вступиться за Францию, потому что даже в Риге довольно активное участие принимает Центр французской культуры. Там и языковые курсы, и библиотека, и кинопоказы они устраивают. Достаточно активны. Но вдруг... Да, это правда. Сеть Альянс Французов есть и в России большая сеть во всем мире, французские лицеи есть везде. Но вы знаете, мне кажется, что язык, он отражает статус страны, и была мощная страна, когда французский был универсальным языком в 18 веке, там при Людовике и все дворы Европы говорили по-французски, это потому что мощь Франции, мощь Франции сияла во всем мире, поставляя самые дорогие товары, и все ей подражали, и это была просто реально страна-лидер. А сейчас это уже не так, поэтому вот главенствует язык тех стран, которые сейчас ведущие, увы. Но вы назвали английский языком бизнеса, французский по-прежнему остается языком любви. ЖТМ, да. Я хочу сказать, что, наверное, ведь проводниками языка являются такие популярные вещи, как кино и музыка, и здесь вот, опять-таки, во Франции же, когда, мы вспоминаем сразу же Джо Дассена, Мирей Матье, Эдит Пиаф, великих исполнителей, которые, в принципе, Шарля Азнавура, которые несли язык по всему миру, а если брать кино, то, ну, Жан-Поль Бельманду, Ален Делон, это вот, опять-таки, те тоже, на кого шли смотреть в кино зрители. Сейчас, а как сейчас вот обстоят дела? Насколько сейчас вот, мы знаем, мы практически вот не так много знаем современных исполнителей, может быть, и актеров. Да, верно, но они есть, я хочу сказать, что французское кино все равно осталось очень мощным и как бы особняком, и мне кажется, что пользуются большим успехом. И, кстати, вот в этой области Франция делает очень много, чтобы ее кино было доступно за рубежом. И я думаю, что у вас в Риге тоже Аленс Францезен наверняка тоже и показывает кино, и рассказывает. Но есть такие актрисы, как Марион Котиар, Жюллет Бинош, я не очень большой фанат кино, если честно, но все-таки Гиом Кене, молодые поколения, Шарлотт Генсбург, вот они все эти есть, и они все-таки достаточно востребованы, известны. Что касается музыкальных исполнителей, ну, мы знаем и Патрисию Кац, и Милен Фарне, и Заз, и Клара Лючани, хотя у нее там имя итальянское, и есть и французские, ну, и мужчины тоже, и парни, исполнители тоже неплохие, поэтому мне кажется, что они есть, просто, конечно, после таких гигантов, как Досен и Азнавур, это уже классики, вот, ну, французская музыка живет, и, кстати, французская поддержка, вы знаете, что на французских радио нужно минимум количество песен на французском играть, вот, есть очень сильная квота, которая помогает как раз французским исполнителям выйти на рынок. Вот моя коллега, ну, не коллега, а сокурсница, выйдя замуж за француза, уехала во Францию, вот мы когда навещали ее во Франции, мы были потрясены, как она, ну, превратилась в француженку, и действительно, это вот, ну, вот, что делает женщина в французе, вот мы удивились, откуда в ней вот этот, ну, какой-то вот появившийся какой-то шам, какие-то вот детали, завязанный платок, там, вот какие-то вот детали, которые, вот, сначала ты не можешь даже понять, что, но она абсолютно вот превратилась уже в, за многие годы, конечно, в француженку типичную. Вот что делает женщина француженкой? Ну, знаете, наверное, воздух в Франции, вот, может, любовь французского мужчины тоже, вот, ну, и бывает, да, такие случаи, у меня сотрудница тоже уехала, там, лет пять или шесть тому назад, я смотрю на нее, давно не виделись, я вижу, как она изменилась и как она приняла какие-то вещи, например, была очень сугубо такая столичная московская девушка и стала очень большой любительницей пеших походов, более свободной, менее искусственной, без этих жутких маникюр, которые у нее всегда были до этого, вот, более, мне кажется, мне кажется, что, если человек нашел свое место и принял себя там, как ей нравится, то она становится частью того мира, который ее окружает, вот, и во Франции есть некая ненавязчивость или такой шарм, он состоится в естественности, немножко не поиска совершенства и какой-то вот поиск себя самой. Вот она сумела себя вытащить, вы говорите про платок, про какие-то, она поняла, может быть, ей во Франции открылись какие-то ее стороны, которые она не видела, не понимала до этого из-за разных причин, потому что она нашла там свою судьбу, свою жизнь, свою мужчину, своих детей, может, там родила, вот, работу, место в обществе. Вот 31 мая в 18 часов как раз в отеле в Юрмальском Place, Hotel & Spa пройдет ваш мастер-класс, вот, кому он адресован, что узнают люди, пройдя вот этот мастер-класс? Ну, это такой мастер-класс, лекции, общение, да, я хочу немножко рассказать про Францию сегодня, потому что, я думаю, что многие, мы давно там не были и за два года, что произошли последние, очень многое изменилось, такие интересные моменты, я хочу просто немножко раскрыть, да, секреты, как больше наслаждаться жизнью, как становиться француженкой, не выходя, пока еще замуж за французского мужчину, немножко поделиться своими наблюдениями, своей, такой, историей жизни и поделиться теми секретами, которые мне, как француженка, здесь помогают очень в жизни, например. очень, я бы сказал, важные и ценные знания, потому что речь идет о красивом, о легком, о вот этом, действительно, с французским шармом. Прекрасно, что эта лекция будет доступна. Сесиль, огромное спасибо, что нашли время присоединиться к нам сегодня. Мерси Бабу. Аруар. Мерси Абун. Мерси Абун. Аруар и боня журнэ. Всего доброго. Всем хорошего дня и с таким вот французским флером пускай легко и просто закончится этот вторник.